Конечно, августовские вечера не совсем прохладные, и многие в это время предпочитают находиться у моря, но здесь, на открытой площадке у зала органной и камерной музыки, всегда многолюдно. Приходят настоящие ценители курортных суббот. Традиция курортных суббот возрождена по инициативе главы города Анатолия Пахомова. Таких площадок в Сочи-11, где можно абсолютно бесплатно посмотреть выступления артистов сочинской филармонии. Они-то и создают на курорте атмосферу праздника. Татьяна из Москвы не смогла пройти мимо, села в первый ряд. Это, конечно, очень здорово, послушать хорошие песни, хорошее исполнение, это очень хорошо. Отдыхающие стараются запечатлеть яркие мгновения лета 2014. Фотографируют на память музыкантов, многие из которых не просто играют на музыкальных инструментах, а делают их своими руками, например, как Александр Ходелев. А потом показывают звучание волынки старинного духового инструмента. Конечно, те, кто оказывается здесь случайно, искренне удивляются концертам под открытым небом. Другие приходят сюда постоянно. Мы здесь рядышком живем и частенько бываем на этой площади. Мы посещаем и в весенний, и в летний период времени, когда здесь. Поэтому нам здесь очень нравится. У нас вообще город-праздник, поэтому мне кажется, что это должно быть не то, что еженедельно. Чем чаще, тем лучше. Особенно для пенсионеров, они же сидят дома. Поэтому, мне кажется, и ночи у нас хорошо, тем более, если я это никого не затрудню. Очень нравится. Впечатление просто ошеломляющее. Мне кажется, всем нравится. Курортные субботы – это не только концерт, но и возможность выиграть билеты в зал органной камерной музыки. На этот раз вопрос викторины так и прозвучал. А сколько в городе открытых площадок, где можно встретить артистов сочинской филармонии? На мой взгляд, это вообще такое особое мероприятие, которое создает настроение города. И мне кажется, вот это трудно вообще передать чем-то. Это надо только проживать. И кто с этим сталкивается, мне кажется, людям это, безусловно, очень нравится. В эту субботу свое творчество показал ансамбль «Худрина». К собравшейся публике вышла японская органистка Хироко Иноу, лауреат различных фестивалей с приглашением на свой концерт, который закрывал фестиваль органной музыки. А в следующую субботу сочинцев и гостей курорта ждет новая музыкальная встреча с народным артистом России Иваном Первяковым из Екатеринбурга. Елена Всеццена, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.